вирус это вне клеточная форма жизни вообще можно считать его живым вообще вся жизнь она клеточная мы состоим из клеток бактерий одноклеточный организм ну и так далее и подобное а вирусы это просто клеточные паразиты отличие вируса от нормальных клеток в том что клетки могут преобразовывать энергию которые не получают от солнца или там каких-то других клеток и перерабатывать ее и строить за них себя и делиться вируса ничего этого нет вместо этого используют машинерию клеток для того чтобы заставить их делать самая себя вместо того чтобы делать новые клетки потом вирус выходит из клетки клетка умирает на наружу выходит там несколько сотен новых вирусных частиц и они опять заражают клетки такой процесс сам процесс заражения клетки вирусом и и скажем так порабощение конечном счете ее смерти с производством вирусного потомства он многостадийные сложные и в общем то в каждом случае вирус притирается к той конкретной клетки которая является его хозяин есть такой термин клетка хозяин в частности на уровне уже исходного взаимодействия вирусные частицы и клетки происходит взаимодействие по типу ключа и замка между вирусной частицей специальными рецепторы на клеточной поверхности если например рецептор на клеточной поверхности не подходит к этому вирусу опять же аналогия ключа и замка очень полезно здесь такой вирус не будет заражать эту клетку просто потому что не может не соединиться и не может ввести свой генетический материал внутри этой клетки вот но так как вирусы постоянно меняются то потихоньку могут возникать варианты когда вдруг возник случайно вирус который как отмычка стал работать против замка против рецептора клетки с которой обычно он раньше не мог взаимодействовать за счет такой естественным образом возникающийся и существовавший изменчивость вирусов все время могут возникать ситуации перехода вируса от одного хозяина к другому происходит редко но особенно в случае людей которые общаются с большим количеством всяких зверюшек вот такого рода переходы могут случаться а дальше сценарий может быть разный или такой чужой вирус на нас совсем не развивается или наоборот у начинает нас развиваться как-то неприятный для нас образ а может ничего не быть просто будет мягкая инфекция по-разному скажите что современная наука до конца 2019 начало двадцатого знала группе вирусов которые теперь известны всем под названием коронавирус но они были открыты по моему 63 что ли году опять же когда мы говорим про группы вирусов к так как каждый вирус его можно рассматривать именно как генетическую программу на некотором смысле как компьютерный вирус компьютерные вирусы все имеют одну и ту же цель каким-то образом залезть ваш компьютер заставить его делать то что вы не хотите вот но сами по себе эти компьютерные вирусы используют совершенно разные алгоритмы для достижения в общем то общей цели вот так вот вирусы тоже имеют группы вирусов фактически разные алгоритмы разные способы в широком смысле подчинение хозяйской клетки вирус такое разнообразие вирусов в частности связано с тем что вирусы друг с другом тоже воюют потому что мы с точки зрения вируса это просто ну никелаком и кусочек который каждый вирус хочет заразить в этом смысле вирус вирусу становится ну полка назовем так и иметь разные стратегии поражения клетки выгодно потому что тогда вы не будете друг другу конкурировать так вот коронавирусы семейство которое было открыто где-то в 63-м году или 66-м я не помню просто с помощью электронной микроскопии у них очень характерные частички вот с этой самой короны вот но и было понятно что где-то около 10-15 процентов орви но фактически насморка вызывается коронавирусом это было известно собственно они приобрели такую новом веке уже известность потому что в 2003 году была небольшая вспышка вируса сарс но который вызывает заболевание похоже на то что мы видим сейчас острой респираторной нетипичной и типичная пневмонии это было в китае но там умерло буквально тысячи человек а потом вирус исчез и более менее постоянно существует саудовской аравии вирус мерс этот и сарс и мерс и ковид они все естественными хозяевами являются мышки летучие в летучих мышках таких вирусов живет по этим очень большое количество иногда они переходят на другие существа но в частности нет никаких данных которые бы указывали на то что он искусственный в том смысле что могут ли молекулярные биологи изменять направлено геномы частности вирусов ответ да могут вот но такого рода изменения на сегодняшний момент не могут привести к желаемому изменению в свойствах например увеличению патогенеза и так далее вот этому делать не умеет теперешний коронавирус очень сильно похож на прошлый уже известный коронавирус когда я говорю очень похож это вы берете его геном это около 30 тысяч букв рибонуклеиновой кислоты в определенном порядке расположенных да это был определен геном был определен довольно давно вы можете сравнить эти геномы одного вируса с другим и вы видите что большинстве мест у вас очень точные у вас большинство мест идентичны как будто вы сравниваете два текста но есть какие-то отличия так вот у этого к вида 19 этих отличий десятки если не сотни относительно известных уже вирусов просто потому что сам геном большой наверное безусловно какие-то из этих изменений если хотите назовите их мутациями или комбинация их ответственно за новые свойства вируса но ни один ученый глядя сейчас на то что мы смотрим не может вам сказать какие изменения за это ответственно а мы просто этого не знаем но так как в принципе чтобы попасть вот такой особенно гадкий вариант если вы представите какого-то злого ученого который решил я даже не знаю кому он хотел подкузмить таким образом или она то нужно себе представить что количество возможных вариантов которые такой ученый злобный должен быть протестировать разных вариантов мутации известного вируса такое гигантское что за разумное время это сделать бы просто было невозможно кроме того нужно будет всякий раз такой вирус выпускать наружу и смотреть получилось эпидемии линия тоже потом потирать руки в том бесконечном потоке мусорной информации которые сейчас через нас проходят были сообщения от каких-то ученых в которых говорилось что в этом вирусе есть фрагменты вич и что он какой-то комбинированный до какой степени это чушь или или нет ну нет таких фрагментов вич и ничего вот это то есть наше такое какое-то мифологическое осознание еще со времен древней Греции то есть хотелось бы в это верить но ничего этого нет на самом деле в очень важную вещь сейчас просто немножко потерялся вообще смысл экспертизы в связи с развитием интернета в частности большинство из вот этих научных кавычках статей на которые любят ссылаться сми они опубликованы без нормальной процедуры но критического обзора и ревьюирования статей который характерен для нормальной системы научных публикаций есть эксперты не оценивали эти статьи они просто вывешиваются условно на заборе есть такие открытые форматы общению как фейсбук для ученых очень многие из этих если исследователи сделали что ли честную ошибку они просто хотели очень быстро сообщить то что им казалось важным то как правило эти ученые потом с этого забора снимают свою публикацию на это уже никого не волнует такой процесс который к сожалению работает только в одну сторону но распространение fake news насколько стояк иммунитет к к вид 19 людей перенесших это заболевание но вот больше всего всех сейчас волнуют мне очень удобно будет с вами говорите почти на все что будет спрашивать слушатели буду отвечать не знаю но не потому что я совсем дурак потому что никто не знает для того чтобы определить для того чтобы ответить на такой вопрос вам нужно найти пациента который безусловно вылечился ты переболел вылечился и в крови и и его или ее есть антитела а дальше вы можете делать две вещи вы можете следить на протяжении довольно длительного времени месяц полгода год такого времени еще просто нет сохраняется ли титр антител крови такого рода исследования наверное будут сделано сейчас они что не могли бы сделать а дальше вы должны убедить себя и мировой общественность в основном научно заодно и слушать или читать что антитела которые находятся в крови токе у переболевшего действительно предохраняют от инфекции для этого вам наверное придется сделать острый опыт и не один а сотню чтобы статистику назвать взять этих несчастных людей которые только что вот откашлялись пришли домой и начать им опять вводить вирус такой вряд ли будет сделано поэтому ответ не знаю никто не знает никакого этичного способа это выяснить мы тоже не знаем можно делать какие-то опыты там на на модельных животных это как бы это не этичный способ с точки зрения этих animal рейтестов но в принципе он хорош потому что когда люди умирают наверное animal рейтесты должны молчать но проблема в том что то что вы получите на животных не обязательно применимо для нас с вами потому что все таки не совсем они мы не мышки и не хаки до недавних пор хотя коронавирус известен уже лет 30 него лекарств не было в частности потому что их очень много разных вариантов мы все время думали что не вызывают только какие-то насморки и и делать специфическое лекарство прямого действия против них было числе прочего и не выгодно на сегодняшний момент никаких лекарств против коронавируса нет это тоже самое главное буквально болеть человечество насморк учитывая то что под насморком скрывается очень много различных болезней на самом-то деле возбудителей разрабатывать специфические лекарства значит диагностировать всех пораженных насморком разделять их на группы потом применять лекарства определенные для правильной группы просто нецелесообразный как будет выглядеть конец эпидемии популяционный иммунитет после того как все переболеют он просто вымрет как вымер сарс 2003 году он локализуется как локализовался мерс в саудовской аравии что как мы узнаем что это все кончилось и как она кончится честный ответ не знаю и и никто не знает но мне кажется что в случае сарс а к и и мерс а это были локализованные но мерс он просто локализован есть по видим какие-то специфические свойства в частности климатические которые заставляют его сидеть в там находится вот царс была очень локализованная вспышка и каким-то образом она и удалось задавить почему мы кстати не знаю почему этот вирус исчез вот случае к вида который условно теперь глобальное распространение получил было бы очень странно чтобы он вдруг взял весь и схлопнулся ну просто так ну как некое моровое поверье которое было послана нам за грехи а потом решила значит потому что мы все исправились куда-то исчезнуть мы не знаем про длительность иммунитета поэтому мы не можем предсказать что будь будет ли стадный иммунитет достаточно для защиты и какого уровня должен быть мы не знаем на самом-то деле как изменяется эффективность передачи вируса от одного человека другого с изменением климатических условий сезонность и так далее мы тоже про это не знаю то есть очевидно что как любая сейчас эта эпидемия она маленькая еще она новенькая эпидемия количество людей зараженных все больше и больше становится но безусловно она стабилизируется по той или другой причине верите ли вы в статистику смертей от вируса в россии я не знаю я просто у меня нет почему он задает такой вопрос ну видимо здесь я понимаю что вам как большому ученому это не очень корректный вопрос потому что все таки здесь речь идет о недоверии государства да но это отдельный вопрос я бы я бы я как бы почел бы это не обсуждать но безусловно статистика количества смертей среди диагностированных в россии ниже существенно чем аналогично и статистика других странах почему все же мы же богоспасаемая нация поймите еще там же на самом деле вот в среднем по больнице или по стране тем более такой огромной как наши рассчитывать смертность может быть не очень летальность правильно просто потому что ситуация очень разная зависимость того на что вы смотрите вот это попала статистика что несмотря на то что подавляющее большинство случаев заболевших или диагностированных положительных москве то количество смертей в регионах москве одинаковые может быть даже регионах уже больше но это вообще наводит на какие-то мысли но может быть это просто говорит о том что в регионах хуже медицинская система но драматически хуже что вы можете рассказать о лаборатории в новосибирске чем они занимают сейчас лаборатории в новосибирске имеется виду вектор я могу рассказать что эта часть еще в советское время сделанная лаборатория которая занималась в частности разработкой средств противодействия против бакару биологического оружия которое будет нам сделано могло бы быть сделано основе вирусов частности они разрабатывали сыворотки но и так далее и тому подобное но еще много очень интересного разрабатывать вот это единственная из двух официальных лабораторий в мире другая находится в атланте в cdc которые которые официально находятся вирусов но который мы победили и они заняты сейчас в частности разработкой тестов для к вида официальный тест насыпную полимеразную реакцию первый по крайней мере который был разработан в россии был векторовский кроме того они вроде как проводят эпидемиологические исследования в частности определения геномов к вируса к вид который циркулирует россии очевидно что там работают очень высокого уровня специалисты для россии так наверно точно лучше это вот Субтитры создавал DimaTorzok